Здравствуйте, коллеги! Начинаем наши очередные русские вторники. Сегодня в России такой странный день, потому что 12 декабря в России сегодня день Конституции. И, соответственно, это день того, чего нет. Вернее, оно есть, но оно абсолютно не работает. Потому что все, что написано в Конституции, она не такая уж плохая, как может показаться при взгляде на Россию. Да, но просто она не работает. И, в частности, весь группа активистов, которые уже давно проводят каждое 12 число каждого месяца, такую акцию – чтение Конституции. И вы удивитесь за чтение, просто за чтение Конституции на улицах Москвы и Питера людей задерживают. Ну, просто Конституцию, зачем же читать-то? Ну, практически экстремистская литература. Но что проходило такого особенно острого на прошлой неделе? Мы с вами последние несколько месяцев периодически обсуждали тему – выдвинется Путин на этих выборах или не выдвинется на этих выборах. Ну, вот, собственно, то, о чем мы вам говорили, о том, что он, конечно, будет выдвигаться, но вот и произошло. И несмотря на тщательно подогреваемый интерес слухами о том, что будет какой-то преемник, разные преемники назывались, от Медведева, естественно, до Дюмина, да, Собянина, разные авторы писали про разных преемников. Тем не менее, никаких преемников, Путин выдвигается. Более того, чтобы уж так совсем, кто не понимает, что избирательная кампания давно идет, он даже вчера посетил в Сирии базовых мимим. Федь, ну, вот, как ты считаешь, собственно, мы говорили о том, что выдвижение будет, собственно, о чем это? Теперь Путин навсегда или как? Ну, с его точки зрения он, конечно же, навсегда, потому что, как уже, в принципе, мы тоже здесь неоднократно обсуждали, что для него лично и для его ближайшей клики, которая непосредственно имеет доступ вот к нему, его телу, она вопрос пребывания Путина в власти, это вопрос пребывания на свободе и, возможно, в мире живых. То есть, собственно говоря, понятно, что эта кампания будет цепляться за путинскую табуретку как можно дольше и как можно более цепко. Поэтому в этом плане, конечно, ничего нового в этой ситуации нет. Но вот есть хотя бы какое-то понимание, да, вот, что такое, ну, во-первых, избирательная предвыборная кампания, да, потому что вчера такие странные события происходили, собственно, он не просто так полетел в Сирию, он сто пятьсотый раз сказал, что выводим войска и при этом сегодня комментирует все, что выводят войска быстро. Но еще было одно интересное событие, бабушке Алексеевой дали государственную премию, потому что, казалось бы, вообще такое, как это, да, и десяти лет не прошло, как она ходила на стратегию 31, а тут другая государственная премия. Может, все-таки какая-то там это, оттепель, прости, Господи. Ну, в принципе, я думаю, что это совершенно не исключенный вариант, по крайней мере, попытка совместить вот такую жесткое удержание вертикали и какая-то чисто декоративная там оттепель в виде, знаете, как в России часто бывает, стоит развалюха в дом, а когда... И такая ткань, но и на нем красивенько нарисовано. Натянутая такая тряпочка с нарисованными окошками, цветочками, там, кошечки надо сидеть где-нибудь там. То есть, как-то так. Я думаю, что в целом, в общем-то, формат того, как в Кремле видится будущее России на ближайшее, там, 20-летие, примерно понятен. Это попытка, значит, сохранить все, что есть, при этом сохранить все, что нажито непосильным трудом и спасить от санкций. И при этом, я думаю, что все-таки вот какую-то тряпочку такую декоративную на фасад этого государства будут пытаться наценить. Но я, честно говоря, не думаю, что эта конструкция будет долговечной. И так как в силу уже того, что в самой этой концепции заложена некая такая противоречия, такая дихотомия между тем, что необходимо сохранить и то, как необходимо выглядеть, в общем-то в этом эти противоречия так или иначе будут расшатывать эту конструкцию. И, в общем, я, честно говоря, думаю, что прогнозы относительно того, что Путин будет сидеть еще в ближайшие, там, 12 лет в этом кресле, все-таки менее вероятны, что мы все-таки в достаточно близкий период, может быть, даже уже скоро после выборов, столкнемся с новой исторической эпохой. Ну, в общем, как-то так. Сереж, а вот на твой взгляд... Где-то про новую историческую эпоху я уже слышал. Да, да, да. И столкнулся даже. Ну, что касается путинского нового срока, совершенно ничего удивительного, конечно, не произошло. Понятно, что те поправки, которые были приняты еще во время, по-моему, Медведевского, вот этого вот рокировки, да, поправки в Конституцию о сроке полномочий президента, совершенно очевидно, что они делались не для того, чтобы Путин пришел на один срок, а потом ушел и дал свой пост там какому-нибудь условному, ну, там уже Медведеву обратно или кому-то еще, да, то есть понятно, что все это делалось исключительно под Путина, и фактически сейчас, когда он получит новый президентский срок, а он его, безусловно, получит, к его завершению он уже, получается, будет три срока, да, не два срока с 2012 года. Нет, нет, я имею в виду именно с 2011-2012 года, когда он избирался вот на очередной третий срок, да, то есть у него же сейчас уже идет не третий, а четвертый, потому что, потому что же... Конечно, 6 лет с 2012 года. Абсолютно верно, да. Ну вот, ну то есть как раз это говорит о том, что он уже, в общем-то, там какой, в общей сложности уже пятый срок там или какой, да, переживает. Ну, вот ты видел, да, Медуза запустила игрушку, сколько времени вы живете при Путине? Да, я там близко к 90%, кстати. Ну нет, еще не к 90%, но вот если будет еще 6 лет, то будет там как раз около что-то 88, что ли, 89%, да. Но предвыборная кампания Путина, она началась уже достаточно давно, я об этом давно говорил, и ты об этом давно говорил, и, в общем-то, многие об этом говорили, все эти погони за щукой там, значит, в тайге и так далее, все это, конечно, понятно, что делалось совершенно не случайно. Насчет оттепеля, я, в общем-то, с этим не согласен, я не думаю, что будет какая-то оттепель. Вот этот мелкий пример с Алексеевой, да, ну мы помним, что Путин к ней ездил поздравлять ее с днем рождения, еще там пол... Она целовала руки. Да, целовала ему руки еще полгода назад, поэтому как бы тут, видимо, какой-то чисто личный момент, в чем он заключается, мне, если честно, даже неинтересно разбираться. Ну, Алексеева поцеловала руки, это тебе вообще маленький момент, ничего себе. Понятно, но там же тоже до этого что-то было, он же приехал не с целью, чтобы Алексеева ему поцеловала руки, правильно? То есть какая-то прелюдия была. Ну, судя по всему, да, судя по всему, да. Собственно, что касается вот вывода войск, но мы помним, я вчера как раз тоже об этом сказал, о том, что Ельцин в 96-м вывел войска, да, из Чечни, но, в общем-то, что из этого... А Горбачев из Афганистана. Да, Горбачев из Афганистана. В первый раз из Сирии ты войскал? Да, да, третий, если я не ошибаюсь. В Сирию-то первый раз, в Сирию-то он первый раз прилетел. Да, в Сирию он прилетел первый раз, ну, по крайней мере, минимум точно. Ну, что сказать, понятно, что рано или поздно, конечно, всю эту историю с Сирией нужно было заканчивать, но потому что там тысячелетняя война, и я надеюсь, что Путин все-таки не планировал там тысячу лет воевать еще, вдобавок к тем тысячам, которые там уже воюются, вот, понятно, что это очень большое количество денег, которые тратятся на эту войну, там, в один день какие-то совершенно бешеные, там, чуть ли не миллион, миллиард, там, долларов, помнишь, называлась какая-то сумма, я даже не помню уже какая, но в любом случае это огромные деньги, которых сейчас все меньше и меньше. Поэтому вот эту кровоточечую рану в виде сирийской войны, ее, конечно, нужно было заканчивать. Ну, и все вот эти, ура, настроения, которые вообще на сирийской теме, они так полноценно-то никогда и не отыгрывались. Даже когда она только начиналась, в общем-то, ура патриотизма на эту тему практически ни у кого не было, и все вот эти, даже пропутинские опросы, они показывают о том, что там 80% россиян против войны в Сирии. И, собственно, именно поэтому они так достаточно быстро заменились в хлопутный контингент вот этими вагнеровскими ополченцами. Да, да, конечно, да. Нет, ну, бомбардировки, конечно, продолжались, и мне это, в общем-то, известно. Весь мир крутится вокруг Саратова, если кто-то не знал, есть такая теория, моя лично выведенная, и пока еще ни разу не ошибался я в этом. Да, я вот вам рассказываю, весь мир крутится вокруг Саратова, потому что самолеты, которые бомбят, в общем-то, города в Сирии, они взлетают примерно в километре от моего дома, я из окна вижу. Ну ладно, не в километре, вру, там, может, в пяти или в семи километрах от моего дома, я из окна вижу, как эти самолеты взлетают, а вечером включаю новости и вижу, что вот этот самолет, который я видел с утра, он сбросил там какую-то прекрасную боеголовку на детей в Сирии. Это весьма интересное ощущение, могу вам сказать. Поэтому понятно, что, в общем-то, на фоне президентской кампании это очень хороший повод прекратить вот эту баснословную трату денег, ну и очень плохой медийный образ даже внутри собственной, в общем-то, аудитории с сирийской войной. Ну а что касается перспектив, в общем-то, я не разделяю, конечно, такой позиции, что Путину будет еще там 15 или 12 лет, но я думаю, что меньше, я, в общем-то, у меня совершенно конкретные цифры, я думаю, что Путин будет еще примерно лет 7, в нормальном исходе лет 6, в самом лучшем исходе лет 5. И то, если кто-то думает, что после этого будет Навальный или кто-то еще, то это, конечно, очень большое заблуждение. После этого мы получим английскую королеву в виде Владимира Путина, который будет восседать на троне, которому все будут целовать руки, и не только Алексеева, а все остальные, может быть, не только руки. И, в общем-то, до конца своей жизни он на этом троне будет сидеть. А, в общем-то, фактически полномочия президента будет исполнять какой-то другой человек, преемник. Кто это будет? Ну, в общем-то, это уже много можно об этом говорить. Но это ни на что не будет влиять? Нет, не то, что ни на что. Конечно, ты понимаешь, проблема-то в том, что Путин, он и сейчас не президент России. Ну, в плане того, что он уже все, что хотел обсудить с Махатмой Ганди, он уже все сделал. Ну, нет, в плане того, что он совершенно не занимается внутренней политикой. Путин, это не президент России, это император, это вождь, это вот там победоносные войны, вот он с флагом там на танке едет куда-то воевать со злостной Америкой. Это вот Путин, да. А то, что происходит в Саратове, я не знаю, где-нибудь в Екатеринбурге, в Омске, в Сыктывкаре и в Таганроге, его совершенно не интересует. Это не президент России, надо понимать. Это какой-то вот император, который воюет там где-то на дальних гарнизонах, да. Все остальное его не интересует. Он дальше Москвы выезжает раз в год и, в общем-то, его это совершенно устраивает. Вот, поэтому Путин останется на точно таких же позициях, как он есть сейчас, просто с каким-то новым названием там в бумажках, да. Говорили об этом, как его называют, госсовете, абсолютно верно, что он будет там председателем госсовета. Будет заниматься тем же самым, чем и занимается сейчас, а вот внутренней политикой будет заниматься президент России, но уже какой-то другой. Поэтому просто разграничат эти полномочия, но, конечно, Путин будет английской королевой. И от этого никому не станет легче. Никому, конечно. Вячеслав, вот ваши ощущения от выдвижения Путина и, в общем-то, что ждать нам всем и Украине, вот как, вот что вы почувствовали, когда он наконец выдвинулся? Ну, Ольга, во-первых, мне приятно сидеть за одним столом с россиянами, с нашим братским народом. Спасибо. И радует то, что есть люди, которые здравомыслищие, как бы, здравомысят. И мы на одной волне, и у нас есть одна цель – быть мирными соседями. Второй момент. Я вас поздравляю с таким праздником государственным. И очень хотелось бы, чтобы… С слезами на глазах. Ну, вам виднее, это ваша территория, но, тем не менее, все-таки, Конституция – это закон основной для страны, и он должен работать. И просто трагедия, я бы сказал, когда вы говорите, что, зачитывая Конституцию, людей хватают и арестовывают. Вот это трагедия. Это говорит о том, что в России не хотят видеть умных, подкованных людей, знающих законодательство. И это не есть модно в России. К сожалению, вынужден констатировать, что и в Украине Конституция не всегда исполняется, и даже законодателями мод под куполом. В этом пока мы, к сожалению, где-то похожи. Что касается выдвижения Путина на тот конкретный вопрос, который вы мне задаете, ну, скажу свои ощущения, как гражданин Украины, наблюдая за Россией, потому что она мне тоже неравнодушна. Ну, то, что Путин давно занимается предвыборными программами и компаниями – это да. Беда в том, что, наверное, вот вам это понятнее, и вы это ощущаете, что вот эта вся показушность, она не отражается на качестве жизни россиян. Ну, рыбу ловил, ну, там коня на скаку остановил. Если отражается, то в негативном. Чем больше показухи, тем хуже люди живут. Да, да. А еще больше вот эти акценты, когда я вижу, включая там интернет, телевидение, как люди аплодируют, что он заходит на новую каденцию. Ну, мне, к примеру, как соседу обидно, что сегодня человек, который ссорит нас, мягко говоря, объявил войну, хотя она до юра не объявлена, и пытается разорвать наши отношения, вот это вот плохо. Я абсолютно согласен с Сергеем, что конфигурация ФСБшника такова, что он будет контролировать ситуацию до последнего глотка воздуха. Это точно. В какой конфигурации это потом будет в качестве премьер-министра или какой-то новой посады – это уже творчество. Самое страшное, что это, наверное, скорее всего так и будет. Ну, и сегодня вот эта жесткая вертикаль, которая создана в вашей стране, если бы по этой жесткой вертикали пошли бы позитивные изменения, качественные, вы бы почувствовали. Но страшно и больно слышать, что вы это не ощущаете. Он работает на внешний рынок. Ну, и на своих друзей, на свое окружение. Да, на свой карман, назовем это так, в таком виде. Ну, знаете, вот приезжая по приглашению ваших телевизионщиков к вам на вашу родину, какие мои ощущения, включая телевизор. Россия – это мощь. В России все строится, в России развивается. Все, что плохо, это за ее пределами. Украина, Сирия, Америка. И вот так вот культивируется. Ну, это на телевизоре. В быту я ощущаю абсолютно другие настроения. И чем продвинутее и мудрее человек, тем он объективнее оценивает ситуацию. Ни по нашему телевизору, ни по вашему объективной оценки мы не получим. Поэтому не хотелось бы, чтобы он управлял процессами в вашей стране для меня, как для украинца. Потому что я понимаю, что это пока работает на разрыв. Но можно было бы с этим согласиться, наблюдать пассивно, при одном условии, если бы сапог и деньги и оружие российской армии не были бы сегодня на территории моей страны. Вот в этом беда. Вчера Андрей Бабицкий, ну это журналист, бывший журналист Радио Свободы, кстати говоря. А нынче он, что там, возглавляет Министерство правды в ДНР, по-моему, да? Или что-то такое? Я не слежу за его карьеру. Когда-то он был неплохим журналистом в период Чеченской компании. Так вот он написал, что следующая поездка Путина может быть после Кмивима в Донецк, как вы считаете. Это уже такой совсем бред Бабицкого или это действительно может произойти? Вы знаете, непредсказуемый ваш лидер, непредсказуемый. Можно ожидать все, что угодно, но тот факт, что он с ними уже в публичном поле разговаривал по телефону, это говорит о том, что он уже обелил себя в том плане, что он ситуацию контролирует там. Если раньше многие только догадывались, теперь он все, в публичное поле это перевел. Посему не исключена такая возможность, но он будет это делать осторожно, потому что, насколько я понимаю, для чего это надо ему, для того, чтобы впихнуть в таком виде Донбасс, это моя малая родина, опять в состав Украины и таким образом наступать на вхождение с тех территорий людей в парламент и так далее. Ну и обострять внутреннюю ситуацию в Украине. Да, и для нас это страшнее, чем вот такая форма, невзирая на то, что люди гибнут. И мне кажется, что вот эти его хитрости, они негативно вылазят. И то, что он сказал в Сирии, я вчера слышал по телевидению украинскому, что я даю команду вывести войска, ну, сказать и сделать у вашего лидера, это два разных понятия. И в этом трагедия. Он же все-таки ФСБшник, даже КГБшник. Да. Поэтому он говорит одно, думает другое, делает совершенно третье. И это очень страшно, потому что такого человека прогнозировать невозможно, садиться за стол переговоров с ним тоже невозможно, потому что в любой момент можно ожидать пику в спину, тем более, видите, идет фактически борьба между российской идеологией и американской за счет Украины и на территории Украины. Ну, очень удобно. Очень удобно. И при этом он говорит, это не я, это гражданская война. И мне обидно, когда и граждане Украины, особенно публичные, когда это называют, что это гражданская война. Нет никакой гражданской войны. Если бы не было там ресурса России, этого бы не происходило. Это был бы всплеск, и так бы оно умерло. И я знаю, я четко знаю и владею и цифрами, и информацией, что там ресурс вашего руководства. И хочу подчеркнуть, пользуясь случаем, что все-таки мы должны и политики Украины сменить риторику. У нас нет проблемы с Россией. Мы же сидим, мы разговариваем. У нас есть проблема с российским правительством в сегодняшнем виде. Абсолютно верно. Смотрите, если открутить историю назад, взять фашизм, насколько мы были далеки СССР и Германия. Враги сегодня Украина и Германия взять. Так кто-то бы сказал мне в советское время, когда я в школе учился, что мы будем дружить с немцами больше, чем с Москвой, я бы просто не поверил. Да? Сама тоже. Представляете, как мир переворачивается? Франция с Германией. Да, а учитывая сегодня такие скоростя информационных технологий, шила в мешке не утаишь. Я никогда не думал, что путинская машина сможет так манипулировать мозгами людей, в том числе и на Донбассе, и в России. И пока трагедия. Пока трагедия. И это мы видим на улице, мы видим это на Донбассе. И вот этот ФСБшный почерк, он прослеживается у ваших журналистов. Конечно, конечно. Понимаете, у вас, как мне кажется, ну знаете, все-таки Путин есть лидер. С каким знаком? Плюс, минус, у каждого это свои вещи. Но если он лидер, то кто-то на него равняется, да? В школах, в вузах и так далее. То есть растет новое поколение. И много кто на него работает. Да, и работает, и равняется. То есть растет новое поколение, которое начинает целовать руки. Тоже со скребленными мозгами. Вы говорите о вождизме. Это одно из неотъемлемых, в общем-то, составляющих тоталитарного государства, выстроенного по вертикали. Это вождизм. Да. Но, смотрите, если взять жесткую вертикаль Сингапура, Китая, но запущенные правильные механизмы, процессы, они работают на государство. Вы правильно сказали, что ваши акценты не внутреннее развитие страны. А, потому что это империя. Потому что это новый имперский проект. Поэтому любая империя, она вовне ориентирована. Да, отчасти. Но, смотрите, я когда выступаю на ваших телевизионных каналах, я задаю вопрос депутатам вашим Государственной Думы, которые рвут рубашку и говорят, мы туда направим армию, мы туда. Я им задаю один вопрос. А вы посоветуйтесь с вашими избирателями, может быть, эти деньги в регионах на школу, на садик отправить. И вы получите сразу ответ. Это раз. И второе, что бы мне ни говорили, народ голосует рублем. Выйдите на улицу и посмотрите соотношение отечественных автомобилей у вас на улице и импортных. Даже в ваших центральных каналах везде эпеловские компьютеры стоят. Но если это враги, уберите все вражеское. И что же останется? Вообще работать телевидение не станет. И как раз то, о чем мы говорим, если мы такой реверанс в сторону истории, берем вот все здесь присутствующие люди, в том числе за кадром, вы все существенно старше меня. И кто-то из вас застал в достаточно сознательном возрасте советский период. И скажите мне, в чем глобальное отличие той повестки и той политики от той, которая есть сейчас? Все вот эти гражданские войны в виде Кореи, там что, не было советских войск, там были советские войска? Самообеспечение одно и очень существенно. Тогда было самообеспечение внутри страны. С одной стороны, а с другой стороны, вот сегодняшний режим, он на новом технологическом витке находится. И вот реально, почему мы говорим про информационную политику, почему мы говорим про пропаганду? Потому что сегодняшняя пропаганда, российская, она работает гораздо лучше, чем пропаганда советская, особенно времен упадка. К сожалению, пока российская пропаганда работает довольно-таки хорошо. И это проблема. Я уж не говорю про то, что они неплохо работают даже в мире, в Европе, в Америке. То есть они хорошо научились использовать... А по-другому нет. А по-другому, если этого не делать, то они вообще не выживут. Скажу почему. Абсолютно. В те советские времена, о которых вы вспоминаете, достаточно было в двух газетах и программе «Время» дать информационный, информационный посыл, все, это воспринималось как норма жизни. Сегодня интернет, разные доступные вещи, это сложнее, но... И при этом в последние годы уже никто там тоже КПСС серьезно не воспринимал, да? То есть это было как какое-то такое, ну, необходимое. То есть, условно говоря, ты читаешь съезд, там, как съезд КПСС собрался, просто потому что тебе в школе нужно будет на это ответить, а не потому что тебе интересно, о чем эти идиоты там разговаривают. Ну, знаете еще, Сергей, я вам скажу, в чем отличие, мне так кажется. Я продукт СССР и пожил в СССР. Так вот, раньше вот эта небольшая могучая кучка ЦК КПСС, скажем так, воровала в России и в СССР. А сегодня ворует очень много людей, и в этом тоже коренное отличие. Это говорит о том, что ваш ресурс быстрее иссякает, быстрее прилипает по карманам, и больше страдает рядовое население. И, соответственно, обратная сторона. Собственно, производство, да, оно развивается, ну, почти не развивается, развивается чуть-чуть. Да, в основном просто проедается или как-то модифицируется то, что было построено в советские годы. Да, вот чего-то нового создается очень немного. Вопрос управляемости. Советский Союз хотел предсказуемо управляться. То есть органы полипбюро все-таки реально работающим органам, это сейчас нет. Ну, давайте еще... Мы начали с конституции. Чем отвечает? Мы начали с конституции, да. Соответственно, даже вот мы говорили про вывод войск. Как принималось решение о вводе войск в Афганистан, о выводе войск из Афганистана? Как стало известно позже, но эти архивы были подняты, было формальное заседание полипбюро ЦК КПСС, где все члены голосовали. Как сейчас принимается? Была одна партия, везде была МОНа, но я вам скажу, я имею такой грех, я служил в 86-88 год, я в 87 году писал рапорт на то, чтобы служить в Афганистане. Насколько был уровень идеологии высок, мы делали это, считая, что это патриотично, понимаете? И в этом, и слава богу, что я туда не попал, а друзья поехали. И вот так складывалось, но надо помнить, что машина настолько была глубоко и работала, потому что кроме КПСС был еще Комсомол, Пионерия, Октябрята, и вот эти пироги все, они же серьезно работали. Вспомните, а сегодня, сегодня у вас сколько партий, сколько лидеров, то есть... Ну, это скорее симулятор, чем реальные партии. Ну, думаю, не этот акцент надо делать. Возвращаясь все-таки к международной политике, Федь, ты читал, что Азербайджан, Азербайджан не дал Агримана на нового посла России, соответственно, обвинив его в проармянских настроениях? Ну, я думаю, что в данном случае здесь из этого не стоит делать таких супер, каких-то далеко идущих выводов, просто здесь надо воспринимать это в контексте армяно-азербайджанских отношений. И понятно, что персона, которая действительно имела тесные связи с армянским руководством, будет не очень, наверное, нехорошо смотреться в виде посла России в Азербайджане. Это понятно, но это, наверное, говорит о том, что, собственно, Министерство иностранных дел в лице Лаврова перестало ловить мышей полностью. Ну, да, это, конечно, это говорит о некомпетентности просто. Ну, у них другие задачи сейчас. То есть они считают, что так как Азербайджан находится в кругу немногочисленных друзей России, то они должны съесть все, что угодно, в том числе и любое назначение. Ну, и, собственно... Ну, только говоря, как здесь этого поста на Украине... Бабича. Бабича куда-нибудь, скажем. Да, да. Пролоббировали. Пролоббировали, да. А Бабич, между прочим, работал в Саратове. А, ну, помню. Круговорот. И мы про это... Вот как вы свою малую родину позиционируетесь. И мы про это тоже сформулировали, когда его... Когда объясняли, почему нельзя ни в коем случае давать соблазнование на назначение Бабича. И тогда тоже... Здесь ситуация-то, в общем, достаточно. Просто я думаю, что это, опять же, мы говорим, с одной стороны, о частном случае, с другом, о некомпетентности вообще руководства. Ну, то есть, опять же, если сравнивать с СССР, я к СССР отношусь очень плохо, но в любом случае СССР была во многих отношениях держала достаточно эффективную, которая эффективно управляла, не беря экономику. То есть, это была некая структура, которая работала. Работала она, в конечном итоге, до своего логического конца. Мы, то, что мы видим сейчас, эта система, она крайне неэффективна, за исключением ее умения создавать некие еще мерные информационные симуляторы. А почему они еще поваруют очень эффективно? Ну, это, как бы, несколько другая история. В данном случае, эта система полностью паразитическая. То есть, это вот... Абсолютно. То есть, это, условно говоря, вот есть какое-то государственное тело, которое изнутри управляется какими-то личинками, которые это тело изнутри пожирают. Кстати говоря, очень хороший пример про личинки, потому что, не, на самом деле, мне иногда кажется, что там, вот ей-бово, что-то распыляют, понимаешь, с вертолетов. Именно, да. Ну, потому что я не понимаю, как можно посмотреть вокруг и не понимать. Именно поэтому я, кстати говоря, не соглашусь с вами, что вся вот эта конструкция, вот, которая, в принципе, достаточно логично изложили, но это их видение. Они так видят, но на самом деле, видя то, насколько их концепция сталкивается с противодействием внешней среды, и в том числе, мы сейчас видим, насколько серьезные отношения обострились, российские отношения с Западом, насколько серьезный вопрос, который сейчас стоит перед американской администрацией, как можно сильнее отмазаться. А я еще добавлю, что есть еще, кроме этого, еще одна точка напряжения, очень сильная. Эта точка, она простая, да, это космополитизм элиты. Да, ну, я как раз, собственно, об этом и говорю. То есть, мы видим, насколько это серьезный вопрос, насколько серьезно будут сейчас усиливаться санкции, санкции, которые непосредственно бьют по персоналиям уже. По персоналиям, конечно. Это миф, это абсолютный миф. Ну, это не миф, а эти... Открывайте любую декларацию, абсолютно любого российского олигарха. И смотрите, насколько растут его доходы в период времени после 2014 года. Все олигархи стали жить намного лучше при санкциях. Это публичные активы. Это публичные активы. Мы видим процессы, которые, с одной стороны, инерционны, с другой стороны, разно направлены. Давай я сформулирую, Фитя. Я сформулировала. Я сформулировала совсем не так, с чем ты пытаешься спорить. Я сформулировала противоречие между космополитизмом элиты, то есть желанием жить в своих дворцах на Лазурном берегу, чтобы их дети учились в Лондоне или там в Париже, или еще там где-нибудь в Еле и в каких-то еще других местах. И вот этим ура-патриотизмом, который насаждается среди обычного населения. Мы сейчас видим ситуацию с Керимом. Мы сейчас видим, что у Дерипаска сейчас на самом деле попадает как курвощип. Мы видим уже еще... Так это только цветочки. Абсолютно. И более того, вот то, что ты сказал о том, что, собственно, Путин полностью обращен вовне, ему наплевать, что происходит внутри, это тоже про это. То есть, по большому счету, элите есть про что торговаться. Можно я вас скажу? Мы сейчас видим, ждем, что в конце января будет опубликован доклад финансовой разведки США в Конгрессе. И, соответственно, огромное количество совершенно конкретных людей, которые имеют отношение к принятию решений в России, могут попасть к отцам. Абсолютно. И у них, на самом деле, паника. И которым опять будут компенсировать эти расходы совершенно официальные заходы в России. Они не для этого воровали. Они не для этого воровали, чтобы жить на берегу Магадского океана. Ребята, а вот вернемся к началу нашего разговора. И я не исключаю, что вчерашнее быстрое решение публичное Путина, это показ вашим элитам, что я не против, я готов вам помогать. Это все они... Да, вон, я даже бабушке Алексееве госпремию дал. Это американцы. Я хорош человек. Понимаете, о чем я говорю? Это, кстати, признак, на мой взгляд. Конечно. Это признак, конечно. Это показатель вашим местным элитам, что я готов. И я готов и буду вас спасать. А практика показывает, как только тебя это не касается, ты можешь к этому относиться. Ну, это далеко, это не мое. А вот когда твоего кармана это касается, вот тут сразу и пойдут внутренние брожения. Достаточно посмотреть на реакцию Матвиенко на ситуацию вокруг Керимова. Там же вот реально... У них шок. Шок и паника, конечно. Потому что реально человек покупал кучу вилл на Лазурном берегу, и тут вдруг... И что будет дальше? А кто следующий? И что будет происходить с следующими? Я еще раз говорю, вот это самое глубинное, потому что можно что угодно врать кому угодно. А это вот его ближайшее окружение. И, кстати говоря, собственно, вот этот трагический разрыв, он как раз и начал усугубляться, когда правильно, сразу после аннексии Крыма. Потому что они пытались его остановить и не дать ему аннексировать Крым. Это факт. Так вот, я прошу прощения, вот обратите внимание, можно все что угодно говорить. Но, насколько я слышал, сколько сейчас гонцов в Европе от ваших элит? Гонковский об этом идет. Понимаете? Гонковский это тот самый, который уже лет 10 говорит, что Путину остался месяц. Вот он лет 10 каждый месяц говорит, что Путину остался месяц. Ну, во-первых, он так не говорит, на самом деле, это несколько и некоторое привлечение. Давайте я прямо сейчас найду в ютубе. Вот прямо сейчас. Да, ну прям вот несколько дней назад он говорил, Путин остался месяц, полгода назад он об этом говорил. Нет, ну они есть, объективно. Объективно гонцы ездят, это правда. Нет, конечно, да, да, согласен. И, собственно, санкции это то, что больше всего пугает элиты, это понятно, потому что, я еще раз повторюсь, не для этого воровали, чтобы остаток жизни прожили. Смотрите, сейчас одна за другой в странах принимаются аналоги закона Магнистского, например, сейчас не так давно... По Европе пойдет, да? Принял аналогичный закон, который принят в Канаде, в Литве, сейчас принимается аналогичный закон в Испании, в котором тоже очень большое количество друзей Путина обосновали. Да, Испанию, конечно. И там начался рассмотрение тела испанской мафии. Да, конечно, ваше питерское рассмотрение питерской мафии, конечно. А села в Испании, там, группа друзей Путина. Но коллеги, очень длинный путь это, понимаете, для Украины. И трагический, гибнут наши ребята, в этом проблема. И для Украины, и для нас тоже, потому что мы в изгнании. Но видите, вы для меня герои, которые смогли сказать то, что думаете, и вынуждены находиться на той территории, где воспринимают адекватно критику. Чтобы не говорили про Украину сегодня, это страна, где можно разговаривать. Понимаете, и тому показатель, что вы здесь. Мы только что, мы только что, полчаса назад шли в это прекрасное помещение, и на улице Крещатик увидели, как идут сторонники Саакашвили с флагами, раздают листов. А он мимо меня прошел один с журналистом. То, что вчера Саакашвили отпустили на свободу в суде, это потрясающе. Да, то есть как бы здесь наличие, по крайней мере, во всех негативного массы, есть главная вещь, есть наличие свободного и независимого объективного суда. Который может принимать решения, несмотря на то, что власть в пику, очевидно, что это в пику действующие власти. Конечно, да. Причем дело не в том, кто как относится к Саакашвили, а дело в том, что в России это совершенно невозможно предоставить. Саакашвили бы сейчас уже сидел в Лефортово. Вот чем мы можем похвастаться, мы, украинцы, по отношению к вам? У меня просто потрясающе. Но, но... Я, честно говоря, очень боялся, что он останется с ним. Ребята, у нас есть еще... И потому что я являюсь фанатом Саакашвили. Это мы понимаем. У нас есть еще одна тема, поэтому вернемся все-таки к заявленным темам. Мы хотели обсудить Артокфест, который проходит сейчас в Москве, фестиваль документального кино. И, собственно, вот у Украины есть разные стороны. Есть хорошая, о которой мы только что вспоминали, но есть и то, чем... Негативная, чем она делится с Россией. А именно небезызвестная организация СЕРП, да, восточно-европейский, по-моему, блок, то есть организация, созданная в Харькове и в Днепропетровске, а еще в... На чьих территориях она работает сейчас? Они переехали целиком в Россию. Слушайте, а я вообще впервые об этом только что услышал. Да, вот рассказываю. Я думал, что это наши сумасшедшие, любимые, родные... Гоша Тарасевич, Тараковчанин, Тараковчанин. А этот самый Петрунько, по-моему, из Днепра и... Нет, Гоша, по-моему, как раз... Петрунько из Харьковчанин, а Гоша как раз из Днепра. А вы думаете, это их идеология или это деньги? Нет, это антимайдановская история, которая была здесь. То есть они спасаются? Они уехали отсюда туда, и, собственно, там они основное боевое крыло сегодняшних антилиберальных сил. А для чего это надо России? Показать, что в Украине якобы есть... Нет, 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 они сейчас там не позиционируются, как украинцы. Они забыли уже, что они украинцы. Как патриоты Путина, как патриоты... Нет, ну тем не менее, вы сейчас говорите про это. То, что они сами выходят из Украины, раскопали журналисты новую газету в свое время. Абсолютно. Может, они делают это под прикрытием? Кто-то же это финансирует? Конечно, конечно, безусловно. Абсолютно уничтожали мемориал Мемцову на месте убийства. Да, обливали зеленкой Навального. Не только Навального. И не только Навального, да, немного, как в том числе и Навального. Облили дерьмом, извиняюсь. Латыни. Ну, знаете, Оля, я понимаю, вы про фильм сейчас хотите сказать, который... Полет пули. Да, полет пули, который рассказывал про реалии... Войны. На Донбассе. Да, первый показ он прошел. Там буквально пришло несколько человек, они увидели. Вот уже второй показ они просто сорвали, придя большой группой. Причем они это делают уже трижды. Это третий раз они срывают. Это опять говорит о том, что ваша машина четко работает. И они не хотят показывать объективную картинку на вашу... Брестеск. Конечно, ног брестеск. Я вообще удивляюсь, как этот фильм был запущен. Обычно у вас то кондиционер не работает, то электричества нет. Потому что это международный фестиваль был совсем. Либо фестиваль отменять, либо... Не, ну, на справедливости ради надо сказать, что, конечно, ситуация ухудшается год от года. Если, ну, еще там, в каком, я не помню, я в 11-м, что ли, или в 12-м году показывала... Ну, помните, был фильм «Ходорковский». Конечно. Да, так сказать, я просто делала большой показ в Петербурге. Это какой год? Вот я сейчас просто забыла, надо погуглить. В большой сети, этот самый, по-моему, Кронверк Синема, ну, короче, в большой сети кинотеатров, договорившись, просто пришла, договорилась с директором сети. И мы сначала сделали показ в маленьком зале, и там просто разлетелись, билеты, как горячие гороскты. То есть чисто коммерцией я сработала. Ну, в том числе, да. То есть он просто не думал, что придет такая странная, так сказать, девушка, нет, я про себя, которая вообще не имеет никакого отношения к бизнесу, да. И сделала ему бизнес. Мы покажем кино, да, а потом он мне звонит, говорит, у нас проблемы, представьте, звонит, говорит, у нас проблемы. Я думаю, ну, все. Смольный сказал, отменяем показ. Он говорит, у нас все билеты распродали мы в течение двух часов. Может быть, сделаем еще один сеанс. Это говорит о том, что у вас спрос есть. Это было. Сейчас уже такого не будет. Ну, конечно, да, это какой-то, наверное, там, 10-й, 11-й, 12-й год. Ну, вот, нет, не 10-й, конечно, 11-й или 12-й, я не помню. Ольга, те люди, которые так мыслили на тот момент, они просто затаились. Придет время, понимаете, у вас, насколько я ощущаю, у вас просто жестко работает машина карательная. Конечно. Просто большая категория людей, которые могут позволить себе говорить только на кухне. Да. У нас, мы эту фазу прошли. Мы сначала говорили на кухнях, потом мы смогли говорить на улице. Абсолютно, абсолютно. И результат, что бы кто ни говорил про Майдан, есть много и отрицательных моментов, и итог, не совсем тот, который произошел. Но я дважды приезжал из Донецка для того, чтобы понимать и ощутить. Я вам не могу передать словами, какие теплые отношения. Я из Москвы приезжала, чтобы ощутить. Понимаете? И я точно знаю, что это вообще абсолютно непередаваемая атмосфера. Я вам желаю, чтобы россияне в России это ощутили. Хорошее пожелание. Очень хорошее пожелание. Но не через, ну, может быть, не через такой путь, выходя на улицы. Но хотя с точки зрения даже процедуры человек имеет право в письменном виде задать вопрос сначала по иерархии от председателя колхоза, назовем это так, до президента. И если это не срабатывает в Конституции, то, что празднует у вас сегодня, наверняка у вас тоже есть право на свободу слова. Ну и собрание, да. Сколько человек могло бы посмотреть этот фильм? Это же маленький показ. Ну, 50 человек. Ну, 100. Ну, 100. Ну, 100. Ребята, ну, 500. Ну, 300. Ну, я думаю, что 300 могло бы. Сорвали. Сделали вокруг этого шумиху. Теперь тысячи людей захотят посмотреть это в интернете. Абсолютно верно. Понимаете? И вот, учитывая сегодняшние технологии. Спасибо ему рассказать. Поблагодарите. Да, это классика. Слабо богу, иногда они просто страдают от собственного идиотизма. Даже с этой Матильдой. Даже я ее посмотрю. Да, конечно. Матильд – это самый лучший пример, потому что никто бы в жизни не стал. Реально полный трешак. То есть, смотрите, я ее посмотрел минут 20, выкусил, потому что... Это о чем говорит? Что люди глубоко и далеко мыслить не могут. Они пришли, сделали это на эмоции. А в итоге получили обратный эффект с трейзингом, так называемым. Абсолютно, абсолютно. И, кстати, еще одна такая новость вчерашнего дня – это Роскомнадзор запретил сайт «Открытой России». Ну, ночная новость, скажем так. Ну, ночная. Она формально-формально все-таки, блокировка уже вступила именно 12 декабря, то есть в день Конституции заблокировали все порталы открытой. Это показательно. Конечно, конечно. Все порталы «Открытой России» и «Открытую правозащиту» заблокировали, и «Открытый университет» заблокировали. А нечего, потому что образованный человек может рано или поздно найти путь. О чем-то догадаться. Найти путь. Да, поэтому, конечно. Ну, я, в общем, от себя могу сказать, да, потому что я знаком с активистами «Открытой России», и, в общем-то, они неоднократно... Я в ней даже работала. Я в ней не работал. В общем-то, они неоднократно нам помогали и адвокатами, и разными другими способами, да. Поэтому я, конечно, выражаю слава поддержке движения «Открытая Россия» и надеюсь, что, в общем-то, те блокировки, которые сейчас их коснулись, они в скором времени будут сняты. Я в ней работала еще до того, как ее первый раз закрыли, и там арестовали все счета, поэтому тоже поддерживаю. А, царь уже умер тогда? Это еще не при Николае втором ряду? Это еще было после второй посадки Ходорковского. С другой стороны, еще есть еще один аспект – это блокировка. И так как раньше им приходилось придерживаться какого-то политесса, оглядываться на всяческое драконовское законодательство в России, то сейчас на это можно в полном смысле наплевать. Я надеюсь, что они будут более, скажем так, радикально вести свою деятельность в том числе… Да, поэтому, ребята, давайте, держитесь. Мы с вами. Хоть тут некоторые говорят, что Путин навсегда, но я тоже не считаю, что Путин навсегда. Да, понимаешь, никогда этих перевод не произойдет. Это ж вы в историческом контексте. Ну, конечно, конечно. Мы говорим о путинизме. Я думаю, что… Путинизм все равно, даже если Путин не будет, даже если вот Навальный в восемнадцатом году вдруг, не знаю, инопланетяне прилетят… Навальный, это вообще не причем. Я имею в виду, что это совершенно невероятный сценарий, но даже если он будет таким, то все равно вот это эхо путинизма, его мы будем еще слышать очень-очень долго. Вопрос в том, преодолеем мы его или нет. Извините, Германия был гитлеризмом. Абсолютно. Германия преодолела гитлеризмом. И признала. И признала. Поэтому вопрос… Я вот только что тебе говорила, буквально несколько дней назад, что в Советском Союзе, в каком-нибудь 86-м году или 88-м… В Советском Союзе были другие люди. Да ладно, да ладно, люди всегда одинаковые. Нет, люди совершенно одинаковые. Коллеги, коллеги, давайте сейчас не зацикливаться, давайте просто повернемся назад и вспомним историю. Римская империя где? Фашизм. Да нет, конечно, это безусловно. СССР где? Но тогда, посмотрите, монголо-татарское иго – 300 лет. Почему? Потому что голуби летали информационно, на лошадях передвигались, а сегодня интернет. Сегодня динамика совсем другая. Абсолютно. Скорость жизни другая. И скорость жизни другая. Абсолютно. И скорость течения истории тоже другая. Да. Поэтому ваш период путинизма, он будет короткий по отношению к тем. Значит… Не, ну конечно не 300 лет, это совершенно очевидно. Все просто, да. Никогда такого не было в истории, чтобы тот правитель, который тянет не вперед, а назад, существовал вечно. Вот такого просто не бывает. Именно поэтому… Именно вот да, это кстати не бывает. Посмотрите, Хрущев, только его не стало, все, все отвернулись. Абсолютно. Сталин, та же песня. Нет, это конечно… Понимаешь, Харбачев, та же история. На этой позитивной ноте мы завершаем наш сегодняшний разговор. Приходите в следующий раз, мы будем говорить о том, что произойдет уже на этой неделе, а у нас каждый день приносят новости. Так что с нами всегда интересно. Спасибо.